Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин вчера снова поднялся на 58 тысяч, и там пока что держится. Это мой телеграм-чат, трейдеры что-то обсуждают, капитализация рынка 2,1 триллиона долларов, 89 тысяч посетителей на моем сайте, и вот посмотрите, что делает биткоин. Вверх-вниз, и это формирует что-то типа нисходящего канала. Но все это часть большого бычьего флага. Индекс страха и жадности по-прежнему в зоне страха. Доминация биткоина 53%, и биткоин 58 тысяч держится в этой зоне. Интересно. В этом видео сделаем теханализ биткоина, эфира, покажу вам свой торговый аккаунт на 620 тысяч долларов, и почитаем ваши комментарии. Пишите, какую монету мне проанализировать. Задавайте вопросы, пишите, откуда вы. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Чик. Тесла немного подросла вчера, а ворлдкоин немного упал. Ну а так-то особо движений нет. Мета плюс 2%, гугл плюс 2%, тесла 1%. Биткоин 58 тысяч. Начинаем с недельного. Бычий флага. Хорошие объемы. Стохастик направлен вверх. Выглядит хорошо на недельном. Криптогрубот, которого вы можете получить на моих курсах по криптотрейдингу, держит сигнал на покупку. Биткоин индикатор бот. Дал сигнал на продажу. Еще 2 недели назад дал этот сигнал. Опускаемся на дневной. Что здесь? А, на неделе. 3 дня еще остается до завершения недели. Но уже хорошие объемы, смотрите. Почти как на прошлой неделе. Но еще 3 дня остается. До закрытия недельной свечи. Биткоин вышел из этого нисходящего клина. Внутри давления, давления вверх вышли. И цель этого движения 64 тысячи. Стохастик, хотя, уже быстро подошел к перепроданности. А это не очень бьютифл. Но тем не менее, бычий флаг. И нисходящий клин, из которого вышел биткоин. Это все еще актуально. И также я вижу, что биткоин пытается сформировать перевернутую голову и плечи. Это еще один бычий паттерн. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Что-то такое перевернутый гиб. Плечо, голова, плечо. И выходим вверх. Поэтому я думаю, что биткоин может вырасти, пойти дальше. Торговая идея, которую я давал вчера, все еще не активировалась. Но, в принципе, оставил бы ее. Зайти на 55600, стоп лосс на 55200. И я бы еще предложил более рискованный вариант. От этой поддержки зайти. А цель такая же. 105 тысяч на бычий рынок. По этой торговой идее цена входа 57322. Стоп лосс на 56980. Соотношение риск-прибыль 139. На каждый доллар, которым вы рискуете, можно заработать 139 долларов. В расчете на один биткоин риск 342 доллара. Заработать можно 47800. По второй торговой идее. Соотношение 154. Риск 320. Заработать можно 49 тысяч. Где еще можно так зарабатывать? 340 долларов риска и 47 тысяч прибыли. Вот две такие торговые идеи. 57 более рискованный вариант, а 55 более безопасный. Покажу вам свой торговый аккаунт на 620000 долларов. Но сначала напомню про полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Bybit моя любимая биржа, хорошая. Низкие комиссии. Безопасная. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму, где уже около 9000 трейдеров. На моем торговом аккаунте Bybit. Сколько? 618 тысяч 200 долларов. На неделе было 565, 611. То есть получается за неделю я заработал 45, плюс еще 53 тысячи долларов. Прекрасно. За месяц было 564, поднимался на 639, опустился на 565, а теперь 618. Но я открыл крупные позиции, накапливаю. Поэтому я вам покажу биткоин и остальное. Я набрал разные активы. Поэтому вот смотрите, мои покупки, трейды на биткоине. Я здесь продал по 65 тысяч, затем я здесь купил по 52. Не знаю, что показывает продажу. 18% баланса у меня в биткоине, 31% в USDT, 19% в доджкоин. Доджкоин сейчас на 98800 долларов у меня доджкоина. МСРТ на 12%, Юнисово 8%, эфириум 7% и Покет 2%. Сделочка по биткоину на деривативах у меня в плюсе на 4400 долларов. Размер позиции 430 тысяч. Вот где я продал биткоин. Закрыл там позицию в прибыли. Продал по 65. А там внизу по 52 я купил. Хорошие, хорошие трейды. Прекрасно. Додж тоже вырос, правда не сильно сегодня. А это моя разбивка по активам. То, что я держу. Теперь давайте сделаем теханализ доджкоина и эфира. Но начнем именно с эфира. Эфириум, эфириум. Четырехчасовой, дневной. Давайте, ну, давайте на дневном. Основная поддержка. Я бы попробовал зайти от 2200. Похоже, что будет расти эфир. И цель по этому росту 4700 долларов. Заходим на 2200. Стоп лосс на 2.111. Соотношение риск-прибыль 28. Хорошо. Теперь смотрим на доджкоин. Выше 10 центов. Илон Маск твитит активно о доджкоине. Почти каждый день он что сыпет. Это нисходящий клин, из которого будем выходить вверх. И цель этого движения 20 центов. Уже готов-готов вырваться. Смотрите, сидит на сопротивлении на этой трендовой. Супер. Ну, теперь почитаем ваши комментарии. Отличные видосы. Огромные объемы заходят на ворлдкоин. Поставил лимитку на 90 центов. Я могу проверить, что там на ворлдкоине. Полтора доллара стоит. Ну, вчера зашли хорошие торговые объемы. Но я бы не сказал, что они огромные. Вчера были большие объемы. Здесь формируется паттерн. Тем не менее, нисходящий клин. Я бы так сказал. Если вы хотите прикупить ворлдкоин, то я бы зашел от этого уровня поддержки. На доллар 20 может быть опуститься. И там можно подобрать ворлдкоин. И тейк профит на доллар 90. Соотношение 16. Прекрасно. Привет, гуру. Что можешь сказать про ТИА? Не знаю вообще. Если будут еще запросы, то сделаю теханализ. Переводи на португальский. Да, я думаю, что португальский-то есть как раз уже. Отдельный ютуб-канал. Перевести. Давление, давление. И твой баланс вышел вниз. Там же, где был в начале года. Ну, ребята, вы не правы. У меня очень сильно вырос баланс с начала года. У меня было 150 тысяч долларов в начале года. А затем на вершине этого бычьего рынка у меня было 920 тысяч долларов. И 780 тысяч было, когда я все продал на завершение этой бычки. А еще я вывел с этого аккаунта. Там больше, чем 100 тысяч долларов даже. Так что все у меня нормально. Привет, гуру. Когда ты думаешь, отработает твоя торговая идея по доджкоину. В октябре или в ноябре. Вышел вверх из нисходящего клина. Уже плюс 30% роста. Цель 20 центов. Мы только что посмотрели на доджкоин. Прекрасно. И, ребята, не забывайте присоединиться к телеграмму. 145 трейдеров онлайн. Прямо сейчас обсуждают, общаются. Тоже присоединяйтесь. Эфириум тоже пытается пробить что-то на 4-часовом. В общем, смотрите, какая активность у меня в телеграмме. Все это реальные трейдеры. Еще раз напоминаю про полезные ссылки под видео. И, конечно, твиттер. Илон Маск постоянно твитит про доджкоины. А вот что я пишу. Когда я впервые купил биткоин, никто в мире вообще не знал, что это такое. Теперь, я думаю, о биткоине слышали, но неправильно его понимают. То у меня тут целая ветка. Еще в 2018 году. 6,2 миллиарда долларов профита только за 2023 год. Это про Тезер. И они держат биткоинов на 4,3 миллиарда. То есть они держат меньше биткоина, чем они зарабатывают денег. Также я тут про Австралию. Тоже там ограничивают свободу слова. Поэтому идите и поддерживайте Илона Маска, который выступает за свободу. Если вы против Илона Маска, значит, вы против свободы слова. Значит, вы коммунист. Значит, вы за то, чтобы правительство распоряжались вашими жизнями. На что тратить деньги, на что не тратить, сколько тратить, как вам путешествовать, куда ездить, куда не ездить. Вот что вы делаете, если вы голосуете за коммунистов. Или за людей, которые хотят ограничивать вашу свободу. Как бы защищая интересы детей. Они просто пытаются контролировать вас. Они ограничивают свободу слова. Они ограничивают вашу свободу. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.